Давно прошли те времена, когда считалось, что после кесарева сечения женщине нежелательно больше рожать, и уж тем более не стоял вопрос о том, сколько раз после такой операции можно повторить ее. Сейчас отношение к кесареву изменилось, его делают чаще, и все чаще женщины задумываются о второй или последующей беременности после того, как они стали мамами благодаря работе хирургов. Сегодня мы расскажем, сколько раз можно делать кесарево сечение. Кесарево сечение, королевский разрез в переводе с латыни, это альтернативный способ появления на свет. При помощи разреза на передней брюшной стенке младенца извлекают из матки. Он не проходит через родовые пути, а женщина поначалу не испытывает боли. Но при всех видимых плюсах сделать кесарево просто так, например, из-за страха перед родами в нашей стране нельзя. Для операции должны быть строгие показания. Показания к проведению операции считаются узкий таз и явное несоответствие размеров плода размером таза беременной. Предлежание плаценты, когда детское место перекрывает внутренний зев, мешая выходу ребенка в естественных родах. Наличие миомы матки. Наличие рубцов на матке, угрожающих разрывом детородного органа при схватках. Заболевания женщины, при которых естественные роды противопоказаны. Наличие гистоза, неправильное расположение плода в матке, многоплодная беременность, но не всегда, многоводие, генитальный герпес. По всем этим показаниям операцию сделают в плановом порядке. Есть и экстренное показание, в этом случае операция будет называться экстренным кесаревым сечением. Ее проводят тогда, когда у женщины наблюдается слабость родовых сил на любом этапе родов, если медикаментозная стимуляция оказалась неэффективной. Также операцию в срочном порядке сделают при признаках гипоксии плода при угрожающем разрыве матки в родовом процессе. Операция проводится под общим наркозом или эпидуральной анестезией. В первом случае женщина находится в глубоком медикаментозном сне, а во втором она просто лишена чувствительности в нижней половине тела. По каким бы показаниям не было проведено кесарево сечение, вскоре у женщины может возникнуть вопрос о том, когда она снова сможет стать мамой и может ли она рожать самостоятельно. На эти вопросы мы постараемся дать ответы. Забеременеть женщину после кесарево сечения может через такое же время, как и после естественных родов. Физиология такова, что новая беременность станет возможной при нормализации менструального цикла. Обычно в период грудного вскармливания у женщины наступает так называемая послеродовая естественная стерильность, но беременность и во время грудного вскармливания возможна. Особенно хорошо нужно усвоить это после кесарево сечения. Женщине не рекомендуется беременеть в течение двух лет. Этот срок нужен для восстановления организма после операции, а также для заживления рубца на матке, оставшегося после хирургического вмешательства. Основную опасность представляет собой именно несостоятельный рубец, который создает вероятность разрыва матки. Во время беременности репродуктивный орган увеличивается почти в 500 раз. Хирурги, конечно, стараются делать разрез в нижнем маточном сегменте, который наименее всего подвержен растяжению с роста матки, но вероятность разрыва существует. Часто она приводит к развитию массивного кровотечения и гибели беременной и плода. Для формирования наиболее эластичной ткани в области рубца требуется не менее двух лет. Если беременность наступит раньше, помимо риска разрыва матки, он может доставить и другие неприятности. Нередко он выступает главной причиной в развитии низкого предлежания плаценты. Фетоплацентарной недостаточности при последующей беременности увеличивается риск истмика цервикальной недостаточности. Женщины, которые беременеют слишком рано после операции, сталкиваются с угрозой выкидыша с задержками внутриутробного развития малыша. Помимо беременности в течение двухлетнего периода после операции не рекомендуется никакие хирургические вмешательства на матки и выскабливание. Поэтому самое пристальное внимание женщина должна уделить вопросам контрацепции. Сколько раз можно сделать операции? Ответ на этот вопрос может вас удивить, но сделать кесарево сечение женщине могут столько раз, сколько понадобится. Каждая последующая операция проводится по предыдущему рубцу. После извлечения малыша из матки хирурги иссякают старый рубец и накладывают новые швы. По этой причине каждый последующий рубец несколько тоньше предыдущего, а значит, каждая последующая беременность более рискованное дело, чем предыдущая. В СССР не рекомендовалось беременеть повторно после кесарево сечения. Врачи отговаривали женщин от такого решения не потому, что не умели делать повторных операций по старому рубцу, а потому, что технологии и шовный материал были другими, рубцы получались грубыми и риск их расхождения при повторной беременности был высок. К концу прошлого столетия доктора указывали женщинам, которым довелось родить путем хирургического вмешательства на возможности иметь еще одного ребенка, но не ранее, чем через три года. В нулевых негласно разрешили три операции. Именно это число до последнего времени считалось единственно возможным крайним. Перед третьим кесаревым сечением и сегодня женщинам доктора предлагают рассмотреть возможность хирургической стерилизации, чтобы даже теоретически исключить возможность следующей беременности, и многие соглашаются. Но те, кто не подписывает такого согласия, порой приходят и за четвертым ребенком. Четвертым и даже пятым кесаревым сегодня особо никого не удивишь. Виктория Бекхам сделала четыре операции. Сколько раз можно сделать кесарево решать только самой женщине и ее доктору, который оценит возраст пациентки, состояние ее здоровья, состояние рубца после предыдущей операции и сопутствующие риски. Если с доктором повезет, он всегда найдет нужные слова, чтобы ободрить женщину. Если не повезет, а такое пока по отзывам, встречается часто, женщину и после второго кесарева будут активно отговаривать в женской консультации от родов. Наблюдать беременную после второй, третьей, четвертой операции на матке в анамнезе большой риск. Если с ней что-то случится, то врач будет нести личную ответственность. Именно поэтому женщине начинают рассказывать ужасы о тонком рубце, неприглядных перспективах разрыва. Разрывы матки случаются редко, а аборты по причине опасения разрыва, к сожалению, часто. Правильный образ жизни и отношение к своему здоровью помогут женщине как можно лучше подготовиться к следующей беременности. Вот несколько простых советов, которым желательно следовать, если есть желание стать мамой еще не один раз. После операции в течение трех месяцев следует воздерживаться от физических нагрузок подъема тяжестей свыше 2 кг веса. Половой жизнью можно начинать жить после того, как прекратятся кровянистые выделения из половых органов. Первый месяц лучше применять барьерные средства контрацепции, а когда менструальный цикл нормализуется, следует обратиться к гинекологу за выбором любого другого метода, за исключением внутриматочной спирали. По истечении двух лет, которые требуются на полную реабилитацию после операции, женщине нужно обратиться к гинекологу, сдать все анализы, сделать маски, а также УЗИ органов малого таза и гистероскопию для оценки вашего рубца.